Добрый день, в эфире Равнк ТВ. У нас в прямой линии сын Арноба Баджаняна, президент фонда памяти Арноба Баджаняна, Араба Баджаняна. Спасибо, что согласились участвовать в нашей передаче. Спасибо вам, что предложили такую передачу организовать. 9 октября в Вильновском Творце состоялся галоконцерт, посвящен 100-летию Арноба Баджаняна. Как вам удалось собрать столько знаменитых артистов на одной площадке? Ну, знаете, вообще-то вопрос очень правильный. Почему даже в наше время, особенно со всякими эпидемиями, это достаточно сложно собирать так много артистов. Но, во-первых, наша команда как бы поработала продюсеров, которые работали на этом проекте. Потом мы этот концерт осуществляли совместно с Первым Каналом, Первый Канал в российской территории. И, знаете, потом, наверное, самое главное, что нам в этом помог сам Арноб Рутинчук, потому что его музыка настолько любима, настолько востребована разными поколениями исполнителями, что когда вот обращались к тем или иным исполнителям, то с их стороны как бы не было никакого. Вот если, конечно, у них не было уже запланировано заранее каких-то гастролей там рубежом или по стране, то все откликнулись с большой радостью и приняли участие в этом концерте. Остались ли у Бабачаняне какие-то неосуществленные планы? Ну да, конечно, наверное, как и у каждого творческого человека, планов было действительно много. Вот в плане вот серьезной музыки, классической музыки у Бабы была такая мечта создать балет. И он в этом направлении достаточно активно двигался. Ну, его просили многие, чтобы он написал музыку для балета. И друзья, вот и Майя Михайловна Блесецкая, и Нина Тимофеева. И даже в этом направлении он создал несколько произведений, которые были исполнены еще при его жизни. Я помню, вот балетмейстер немецкий Том Шилинг постановку совершил в Германии на телевидении. Его звездного дуэта. А вот еще, не помню точно фамилии балетмейстеров, на телевидении был тоже такой, вот этот солнечный дуэт он назывался. А Басилев и Касаткина, вот такие известные балетмейстеры, а исполняли Семеняка, а вот мужчина, не помню, честно говоря, фамилию, можно посмотреть это, в интернете есть эта съемка. А вот сейчас мы как бы решили продолжить вот эту идею, да, вот создание балета. И вот мы ведем до сих пор вот работу с Мариинским театром, с Валерием Абиталовичем, Гергиевым. Когда вот рассказали вот такую вещь, что вот у Арноровича была мысль, и вот задумка, но он, к сожалению, не успел осуществить ее, вот Майстер как-то очень откликнулся на вот эту идею, и вот сейчас мы как-то сработаем. Я надеюсь, что вот в скором времени появится вот такой балет с музыкой Арноровича. А что касается и странных произведений, знаете, у папы было очень много набросков. Вот знаете, вот последняя песня Арноровича Бабаджаняна, опять, которая вот вышла буквально после смерти отца, была мелодия, которую он написал, последняя мелодия написана на салфетке в больнице, и Йосиф Кобзон, Йосиф Давыдович попросил, давайте обратимся к Роберту Ивановичу, чтобы на эту мелодию, которую вот записал Арнор Дюнш в больнице, мы могли бы на нее написать стихи, чтобы такая песня получилась. И вот это был уже, если я не ошибаюсь, 86-й год, когда Роберт Иванович написал стихи, и Йосиф Кобзон исполнил, она так и называется, последняя песня. Но самое интересное, что вот на этом не закончилась музыка Арнора Бабаджаняна, песня, я имею в виду, тут мы к 95-летию проводили большой концерт в Воронеже, и мой близкий человек, он президент Воронежского отделения нашего фонда, Вай Степаняна, он сам жил тогда в Воронеже, работал там. Он говорит, а нельзя поискать, может быть, найдете в архиве какую-то мелодию, на которую не написано было стихов, и вот так же, может быть, посвятить песню Воронежу. И вот так появилась песня о Воронеже, которую пролучила как раз в честь 5-летия Арнора Джонидовича в Воронеже, в школе, и вот она до сих пор является, как можно сказать, гимном этого города. А сейчас вот после этого ко мне снова стали обращаться, вот у нас скоро должен быть концерт, посвященный Чебоксарам, посвященный Чувашей, и там тоже будет премьера песни, музыка Арнора Бабаджаняна и стихи, посвященные этому городу. Так что, видите, человека нету, а его творчество как бы продолжается. А создание музея Бабаджаняна в родном городе как закончилось? Вы знаете, никак не кончается. Это больная тема. Вы сейчас будете задавать вопросы. Очень печально, очень грустно, что, к сожалению, до сих пор дом Арнора Бабаджаняна в Ереване так и не определен. Было много разговоров, я не хочу даже об этом сейчас вспоминать. Это очень такая больная тема. Несправедливая, почему бы человек столько сделал для своей страны, да, столько сделал, чтобы вот знали наш народ, наше искусство. И вот до сих пор нету уголка, куда могут прийти почитатели его таланта и познакомиться с его руками, с его нотами, с его произведениями. Не знаю, все обещают, но до сих пор, к сожалению, все на том же месте. Какой был ваш последний разговор с отцом, если вспомнить? Ну, вы знаете, про самый последний очень трудно говорить, почему, потому что... Который запомнилась вам. Да, который запомнился. Вы бы мне сказали бы чуть раньше, я бы... Да, но тогда... Я бы не понял, что я говорю в помощь, но старался бы вспомнить. И, честно говоря, не помню. Как отец, он был строгим? Он не наказывал вас в детстве? Да, да, конечно, конечно. То есть, вот, по... Ну, это, я считаю, что это нормально, это, наверное, правильно. И сейчас вот многие призывают к такой толерантности, да, что вот нельзя детей там наказывать и прочее, и прочее. Но я считаю, что, наверное, вот, как наши деды, прадеды воспитывали нас, ну, и убеждением где-то. И, знаете, вот он очень умел прививать какие-то мысли, как-то очень навязчиво. Например, вот, любовь к взрослым, да, уважение к другим, любовь к родителям. Я не помню ни одного случая, когда мы собирались всей семьей за столом, за праздничным столом, чтобы папа не поднимал тост до своих родителей. И вот тем самым он как бы прививал мне с детства вот эти какие-то вот устои нашей обычаи, нашей традиции. То же самое и любовь к родине. Он никогда там не бил себя в грудь и кричал, что вот он так любит родину. Но вот своими поступками, своими действиями он действительно и воспитывал прежде всего это во мне, любовь к родине, к родному дому. Вы живете в квартире, где жил ваш отец. После него атмосфера дизайн-квартиры менялась? Да, я живу там, мы живем с моей супругой в доме. И стараемся вот хранить бережно вот его наследство, те вещи. Это даже вот мебель, как она была. Нет, вы знаете, вот тот кабинет, где вот папа и там творил все, рояль, вот этот уголок. Просто, знаете, добавили какие-то фотографии, добавились. Ну, те же картины, тот же инструмент, да, даже, не знаю, остановка. Все как при нем. В Альмении тоже будут праздновать. Вы не собираетесь приехать в Альмению? Знаете, очень сложно, честно говоря, вот со всеми этими событиями политическими и вот так чисто вот связанными с эпидемиями, сложно очень сейчас вот куда-либо передвигаться. Вы, наверное, очень меня знаете, понимаете. Я стараюсь всегда, когда приезжаю в Армению, прежде всего поклониться его могиле, да, вот у папы на кладбище, где он похоронен. Вот, ну, а вы знаете, что человек, он живет, пока о нем помнится. Ну, невозможно забыть, наверное, своего отца, да, но это естественно для каждого человека. Но стараюсь, во всяком случае, чтобы делать все от меня зависящее, чтобы эта музыка его, она продолжалась, чтобы новые поколения исполнителей и исключателей, они знакомились с этой музыкой. Спасибо. Не за что. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok